Всем привет! С вами Алексей, 20 километров от Харькова, Украина, 14 февраля 2021 года. Постараюсь коротко, но очень важное видео о том, как сохранить ваши растения. Сейчас поговорим в основном о фундуке, но это может применяться и к другим растениям. Значит холодно, у нас холодно. Сегодня утром было что-то в районе 15-17 градусов. Обещают еще больше температуры, еще ниже вернее. То есть будет холодно. Как вы помните, если вы смотрели, я делал предыдущее видео, я прикрывал некоторые свои растения. Это касается тонких растений и растений южных сортов, а также особо для вас ценных растений, как перестраховка. Для того, чтобы вот этот холод, ветер не уничтожали верхнюю часть растения, а бывает, что и все растения. Давайте я вкратце напомню, посмотрим, как они выглядят. Это для меня ценное растение, оно не сильно тонкое, но я решил его все-таки прикрыть. Вот таким вот пакетом из пузырчатой пленки. Вот с пузырьками. Упаковочная пленка, из нее сделан пакет. Все прикрыто. Корневая, там еще солома обязательно у меня. Мышей здесь не будет, так как это закрытый участок. Кошечки, коты постоянно бегают. Насчет мышей проблем нет. Если у вас проблемы с мышами, ну тогда надо как-то по-другому решать этот вопрос. Снега немного, но снег есть, он прикрыл корневую систему. И в принципе, как бы, пока я считаю все отлично. Потому что были всякие обморожения, оледенения и так далее, ветра. Но этим растениям ничего не угрожает. Вот в таком виде они там припрятаны. Все у них будет, я уверен, хорошо. Наша задача обязательно сохранить нижнюю часть. Так как верхняя часть, даже если с ней что-то случится, то в принципе идет нижнее подрезание, что более правильно для южных растений. Для таких сортов, как трапезунт и так далее. Это очень будет хорошо. Но об этом будет позже видео. Мы сейчас пока не об этом. Пока о том, чтобы защитить, скажем так, тоненькие растения. Ну, самое первое, самое хорошее, это рыхлым снегом присыпать корневую систему. Хотя бы, да? И как можно выше растения. А может быть даже и все растения. Утрамбовывать сильно не надо, просто присыпать. Но, как видим, снега мало, а температуры высокие. А может быть такое, что снега не будет вообще. Что же делать? В срочном порядке находим у себя что-то из таких материалов. Значит, сейчас я на примере фундуказ сорта Карамановский. Который тоже желательно прикрыть. Вот рядом, допустим, Карамановский молоденький осенняя посадка. Вместе с вами высаживал. Он как бы у нас потолще. Ему как бы ничего не будет, скорее всего. А вот здесь, ну, тоненький. Сейчас я палец свой приложу. Вот мизинец, да, небольшой у меня мизинец. Ну, тонкое растение, реально тонкое. Такие растения можно получить зачастую. Ничего страшного. И надо уделить ему немножко внимания. Хорошо, если рядом есть палка. И палка не тонкая, да, вот как металлическая. Она может прорвать мешок. А палка покрупнее. Это очень хорошо. Тогда прямо сверху. Значит, мешочек пузырчатый я вам показал. Но у вас, скорее всего, такого нет. Эти мешки я заказывал специально. Под заказ. Вот такой можно мешок. Из-под сахара. И внутри у него идет полиэтиленовая пленка. Вот обычный полипропилен, а внутри пленка. И берем аккуратненько. Вот так вот нашу растишку прикрываем. Все, можно немножечко подсыпать снегом корневую. Там, я еще раз повторюсь, там уже есть определенная защита в виде соломы. То есть корни растения было подкормлено на зиму. Немножко, немножко быстро растворивыми фосфорокалийными удобрения плюс микроэлементы. Буквально маленькая-маленькая жменька. И все, хорошо пролито. То есть, я уверен, что все с ним будет хорошо. Вы скажете, нет у меня такого мешка. Где его взять, где его искать? Искать можно спросить на сахарах в магазинах. И обычно их можно даже бэушные приобрести. И вот такой вот мешочек прекрасно прикроют. Так, давайте мы его пока... Ладно, не будем снимать. Пусть остается. Есть еще один вариант. Агроволокно. Белого цвета. Черное не надо. Вот, агроволокно. Вот такое. И берем, просто хорошенько, аккуратно обматываем в несколько слоев наши растения. И оставляем. Вот. Оставляем либо до конца этих морозов. Ну, толщина там, смотрите сами. Какое есть. Пятидесятку, наверное, лучше всего. Надо смотреть. Такое среднее. Возьмите среднее. И слоев три закатайте. И нормально будет. Вот. Это хороший вариант. Единственное, я его сильно никогда вам не советую. Потому что из-за... Возможно, из-за недостатка опыта. Вы растения оставите до весны. Это можно делать. Можно делать так, чтобы агроволокно на всю зиму растения замотать. Это будет замечательно. Но дело в том, что... Потом, когда будут в феврале уже, в марте, вот эти вот окна теплые, оттепели, и будет солнце, растение может стартануть. Вы этого не заметите. И потом морозы просто... Возвратные заморозки могут его просто убить. Поэтому, если вы укрываете агроволокном, его нужно снять до начала оттепелей. То есть, вы можете прикрыть растение поздней осенью. Оно может всю зиму пробыть под агроволокном. И потом ранней-ранней весной, до настепления тепла, но уже без заморозков его снять. И последнее, третье. Вот эту всю процедуру нужно проводить для южных растений, таких сортов, как трапезунт, карамановский, анаклеури, немса и так далее. То есть, это Грузия, Крым. В общем, теплые регионы, да? Сорта с теплых регионов. Пока они молодые, повторюсь, пока они молодые. Потом этого делать не нужно всего. Мы можем пройти сейчас спокойно по моим участкам, и вы увидите, что ничего больше особо прикрытого и нет. Там несколько прививок только, и несколько особо ценных мне растений. Всё. Всё остальное растёт как положено, и без прикрытого состояния. Так вот, очень важный приём. Вот вы купили трапезун, допустим. Не все саженцы были суперкрупные. У некоторых был тонкий стволик. Но это не страшно. Это абсолютно не страшно. Корневая более-менее нормальная. Всё будет хорошо. Потом, как делать обрезку, я вам расскажу. Вам сейчас надо сохранить этот корень и верхнюю часть. Для этого мы ранней весной, когда начинается вегетация, вот вы смотрите, почки просыпаются на вашем трапезунде или любом другом сорте, который рано стартует. Это касается любого сорта, который рано стартует. Чтобы он не подмерзал, вы смотрите, что ночные температуры передают заморозки. То есть, минус 5, у нас до минус 11 доходило. Вы делаете вот такое вот укрытие растению. Но, опять же, ненадолго. То есть, заморозок прошёл, вы его снимаете. Вплоть до того, что, если есть такая возможность, утром сняли, на ночь опять одели. Я понимаю, что это немножко вы скажете, что-то ты фигню какую-то рассказываешь, что сильно это геморройно. Но давайте так, будем честны. Вы заплатили деньги. Деньги немаленькие. Саженцы, ну как бы, не совсем дешёвые сейчас. И вы... Вы...